Добрый день. В эфире программа «Своими славами», в которой мы будем анализировать события, произошедшие на прошлой неделе. И у нас в гостях известный обский журналист, путешественник Виктор Ганашилов. Добрый день. Здравствуйте, Евгений. Событий на прошлой неделе было достаточно много, но иногда степень важности проблемы статистика определяет одной строкой. И на прошлой неделе Всероссийский Центр изучения общественного мнения опубликовал свое очередное исследование, в котором больше 55% россиян определили для себя самую важную проблему – проблему ЖКХ. Второй по степени важности проблемы больше 48% россияне определили инфляцию и общее падение уровня жизни. И третий по важности проблемы россияне определили для себя наркотическую и алкогольную угрозу. Если для решения последних двух проблем требуется достаточно много усилий, то проблему ЖКХ, возможно, можно попытаться решить на своем региональном уровне. На прошлой неделе, как раз по завершению единого дня голосования, прошли выборы глав районов. Одного из глав районов, именно Мурмского, вы знаете лично, почему иногда россияне не идут на выборы. Потому что им кажется, что как-то все предрешено и от них ничего не зависит. Вот на ваш взгляд, пример с выборами в городском районе, когда человека избрали за какие-то достижения, вот это на ваш взгляд является ли примером того, что люди, показавшие себя в своей работе с какой-то положительной стороны, постепенно приходят к власти? Действительно, Тверджунова, глава администрации Вячеслава Девятерикова, я знаю, но знаю как журналист, не как человек. Просто несколько раз приходилось брать интервью. Почему вот можно сказать о нем? Это как бы пример сегодняшней эволюции. Это больше, чем избрание одного человека на ответственный пост. Это показатель эволюции системы. Единая Россия эволюционирует. Она вот от таких, можно сказать, бульдозеров, где-то методов в прошлом, перешла к работе интеллектуальной. И она, на мой взгляд, даже где-то становится не столько политической партией, сколько хозяйственной по типу партии КПСС. И вот как раз почему она побеждает. У нее действительно административный ресурс, которым она пользуется. Есть медиаресурс, который играет большое значение. И у ней есть возможность отбирать лучших людей на той территории, где состоятся выборы. То есть, казалось бы, при всем том арсенале, который вы перечислили, то есть административный медиаресурс, можно практически, может быть, любого из них. Да, любого. Но иногда делать отбор все-таки совпадает, когда человека с качествами лидера, с качествами, так сказать, человека-хозяйственника поддерживают как главу будущей власти. Я бы даже сказал больше, хоть хвалить партию, которая у власти, но не дело, может быть, и нехорошо выглядит. Но должен сказать, что не иногда, а практически всегда. То есть, они научились выбирать людей, которые проходят. И еще тут еще что. Вот эти люди, которые чувствуют себе силы управлять, они тоже идут охотно на сотрудничество с Единой Россией, потому что это почти гарантированный проход во власть. Вот еще что. Вот я скажу, что Вячеслав Девятериков, о котором мы сейчас говорим, это как раз очень хороший человек в том плане, в понятии администратора, что ли, руководителя. Он родом из Муромцевского района, начинал карьеру с должности рядового лесничего. И я-то, ну как все полагается, у него потом было и высшее образование. Я-то с ним столкнулся впервые, когда в России, ну или в Омской области, там на севере, все было плохо, народ переживал, плакал. А я к нему приехал в лесхоз в Тарский, а у него там станки импортные работают. Понимаете, штабеля леса лежат. И тогда я помню, в газете писал, что жалко, что вот он, возможно, на это, а ему было лет 35, наверное, сейчас ему 42 скоро, в ноябре. Жалко, что вот на этом уровне может быть человек и останется. А через какое-то время он стал руководителем управления Омские леса, тогда их было два. Так что и не уработался по какой-то причине, там будет сколько-то лет, и полтора года, по-моему, он ушел. Создал собственную фирму, опять все начал с нуля. И понимаете, вот обожженного его, вот обожженного, он сейчас будет аккуратнее, я думаю, работать. Он, как и все северяне, открытый душой, горячий такой, вот это в нем есть тоже. Сейчас вот думаю, это тот бит, из-за которого можно и трех небитых жалко дать. И именно Единая Россия выбрала его, и я думаю, что муромчанам, или, как можно сказать, жителям муромцевского района повезло. Это, в общем-то, оптимальный, на мой взгляд, кандидат, ну и который прошел в главы районной администрации. Он умеет начинать с нуля, вот еще что важно. Он умеет начинать с нуля и умеет ставить цель и идти к ней невероятно что. И есть у него одно вот достоинство, которое у нас в русском человеке очень нечасто встречается. Если он пообещал, он разобьется, а сделает. То есть это такой нетипичный пример партийного функционера, а человека, ну так сказать, в делах. Ну вот одна из проблем, которую отметили россияне в этом опросе в ЦИУМ, это проблема алкогольно-наркотической зависимости и молодежи, и общества в целом. В связи с этим, скорее всего, депутаты вносят законопроекты ужесточающие, так сказать, ответственности за торговлю контрафактной продукцией алкоголем, да, и вообще начинается какая-то такая борьба с алкоголем и никотином. На ваш взгляд, можно ли одними законодательными мерами вот с этой бедой бороться? Вы понимаете, я вообще противник, серьезно, любых мер по ужесточению законодательства по отношению к пьющим и курящим, против любых мер, направленных на повышение стоимости табачных изделий и виноводочных. Перед вами сидит человек, знающий эту проблему, но был у меня период увлечения зеленым змеем чрезмерного, скажем так. Нет, это было 16 лет назад, и как бы я сейчас совершенно не употребляю, трезвенник абсолютный. Так вот, любое ужесточение по отношению к человеку, он рождает дополнительный стресс у этого человека. Хотят курить, бросить и пить все. Да, без шуток, сильно пьющие, я не говорю, что про тех, кто в меру умеет, что называется, выпивать. Вот это тоже понять. И каждое повышение цен, а человек становится наркоманом, давайте скажем, вот про пьющих я сейчас говорю, ему так же трудно без дозы алкогольной. Терра страшные ломки, он готов на любые унижения, чтобы найти денежки на похмелку. И вот, когда его ставят еще в положение какого-то изгоя, вот ты не можешь набрать на хорошую, купить просто бутылку водки, ты вынужден идти к самогонщицам, которые добавляют непонятно что. Создатели вот контрафактной продуктности, вот разведенного спирта что-то там делают и продают вот этим бедолагам пьющим. Он не принесет лишнюю сотню рублей домой, детям на игрушки, на еду. Все это вызывает дополнительный стресс. А нехорошая правда заключается в том, что табак и алкоголь это вот подручные антидепрессанты. Вот хотим мы этого или не хотим. Не потому вот их ими много увлекаются, что вот прямо без них жить не могут. А нужда заставляют. У нас вот Дмитрий Анатольевич озвучил цифру 44 миллиона курящих. Он сказал, что это показатель отсталых стран. Может быть, но этого тоже стесняться не надо. Но вот это не решишь запретами. Я сторонник только воспитательных мер. Вот только государство имеет возможность, имеет средства вести вот так называемую социальную рекламу. И не в сегодняшнем виде. Там какую-то карикатурку. Ах, не пей. Ах, это будет что-то плохо. Печень там распадется. Надо заказывать специалистам, людям и умеющим людям писать нескучные статьи, а чтобы они читались. Оплачивать, может быть, выступления людей, которые умеют говорить по телевизору, по радио, которые бы рассказывали о вреде алкоголя. Даже не о вреде, а о том, как лучше бросить. Приглашать людей, которые уже как-то справились с этим пороком. Понимаете? А вот так запрещая человеку курить в ресторане, где-то в кабинете, лишая даже офисные здания совершенно комнат для курения, мы проблему только усугубляем. Это вот мое личное мнение такое. Скорее всего, тут два таких направления, которые преследуют. Хочется оградить молодежь. То есть те, которые уже попали в эту зависимость, да, им тяжело, с ними нужно отдельно работать. А доступность и вот эта вот небольшая цена, она как раз опасна для людей молодых, которые еще не вошли в эту зависимость, но которые могут стать зависимыми. Вот в чем опасность. И второе, конечно, это желание быстро и навсегда покончить как бы с этой бедой, да, одними законодательными актами. То есть вот здесь, может быть, действительно в погоне за каким-то быстрым эффективным средством, как всегда, нужно найти одну таблетку, которая решит все проблемы. Наверное, может быть, не совсем правильно. Но то, что вы предлагаете, это такой длинный, каждодневный труд, причем многих структур, многих сфер, да. Но он, возможно, единственный и правильный по созданию такого здорового образа жизни, хоть это такая избитая фраза, но, по крайней мере, если показывать каждый день, что быть здоровым лучше, чем зависимым от алкоголя и никотина, наверное, вот сформируется даже не образ, вот что хочется, да, а устойчивое мнение. То есть человек уже будет не просто тянуться к рюмке, к сигарете, как к антидепрессанту, как возможность у себя стресс, да, а может быть, показать ему какие-то другие пути, как можно снять стресс. Вы знаете, все, что вы сказали совершенно правильно, есть только, может быть, одно «но». Вот вы сказали, это длительный путь. Это путь не такой длительный. Мы сегодня пришли к тому, что наркоманию мы, наверное, раз 5-6 уменьшили с тем периодом. Все, мы внушили школьникам, а в школах все начиналось, что это плохо. И были опросы, которые показывали, что в классе нет ни одного человека, который бы не попробовал наркотики. Сегодня я сам разговариваю со школьниками, со старшеклассниками. Сегодня полно классов, где ни один не пробовал наркотиков. Это только путем газетных статей и телевизионных передач. Потому что, понимаете, нация была поставлена перед угрозой исчезновения. И она была вынуждена вот на это пойти. Конечно, табак и алкоголь такой угрозы не представляет. Ну, знаете, 20 лет это срок, я считаю, не такой большой, по крайней мере, вот с моей колокольни подростной. Но она, смотрите, она очень надежная. И другого выхода, кроме как воспитания, не дано. 47% опрошенных отмечают как негативное снижение уровня жизни. Это вот по одному опросу. Но есть опросы, которые, надо сказать, формулируются немножко по-другому. И, например, там, насколько счастливы вы? То есть, вот в этом отношении вы знаете какие-то другие данные? Нет, ну, недавно был опубликован опрос о счастливом ощущениях горожан. Там 200 городов, представители, 200 городов участвовало. И Омск занял 30 место. Я считаю, это первая тройка, первая треть, это, в общем-то, неплохо. Потом еще, я посчитал сам уже, из городов-миллионников тоже в первой трети находится. Ну, то есть, не так все плохо? Нет, не так все плохо, понимаете, в чем дело? И там же было в статье сказано, в предваряющей, в преамбулке, к этому опросу, что человек часто счастлив от ожидания счастья. Я вот связываю, может быть, у нас тут новый мэр, извините, новый губернатор. Может быть, какие-то появились перспективы, что мы будем жить лучше. Нарушилась просто рутинность течения, может быть. И только это сказалось в счастливом восприятии. Что же касается денег, это, к сожалению, с этим можно без конца бороться. Ну, как бы, плохо говорить или хорошо говорить о деньгах. Но трагедия заключается вот в чем. У нас 100 семей в России имеют 30% совокупного дохода в государстве. Мировой уровень меньше 2%. Понимаете, вот лишний раз как бы пинать богатых уже надоело, и этим никто только не занимался, только ленивый. Но все-таки дело вот в чем. Дело даже не в самих деньгах, а дело в чувстве справедливости. Вот в чем, я считаю, связано с счастьем, и с чем связана нехватка средств или много средств. Кто-то из классиков говорил, доход 10 рублей и 10 копеек, а расход 10 рублей и ты счастлив. Ну да, должно чуть-чуть оставаться. Доход 10 рублей и 10 копеек, а расход 11 рублей, кризис финансовый. Да, да, да. Несчастье и трагедия. Если не хватает на самое необходимое, это трудно быть счастливым. Но вы сказали о богатых. Да, богатые, конечно, разные. И чтобы сохранить это чувство, как вы сказали, справедливости, давно известно такое понятие, как социальная ответственность бизнеса. И чем больше различные богатые и отдельные люди, да, и отдельные компании участвуют в каких-то благотворительных акциях, спонсируют какие-то, так сказать, мероприятия, может быть, через вот эти механизмы что-то должно возвращаться в общество. Последний пример – это благотворительный концерт, который призван был помочь девочке. Да, это очень хорошее дело, благотворительный концерт, который вчера дал Омский симфонический оркестр с целью помочь шестилетней. А у нее подавчера, кстати, вчера был концерт, а подавчера был день рождения, 6 лет девочке была. Дарьи Пархоменко, у нее какая-то особая болезненная форма артрита, и девочка очень страдает, и будет она переведена на государственную финансирование, я правильно понял из той информации, которая у меня есть. Но ей надо месяц продержаться, а лечение очень дорогостоящее. Сумма была заявлена 100 тысяч рублей. И когда я шел на концерт, я думал, каким образом сумма большая. В концертном зале вчера состоялось, и вы знаете, билеты были по минимальной ставке 100 рублей на любое место, скажем так, да. А в концертном зале, как я там узнал у билетеров, 1080 мест. Заполнено было где-то процентов на 70-80, я визуально говорю это. Знаете, что вот здесь-то приятно. С одной стороны, делали благотворительный концерт ради одной девочки, или чтобы помочь девочке, а сделали благотворительный концерт ради множества людей. Приходили бабульки, которых было видно, что музыки не тянутся, но лишней сотни у них на концерт нет. А тут дешево, билеты недорогие, и она могла себе позволить. Пришло много родителей, меня это тоже поразило, с детьми от 5-8 лет ребятишкам. Ну, вроде бы, все-таки симфоническая музыка, она серьезная музыка. Пришли и слушали, меня поразила сумма. Там сбор делился на две части от продажи билетов, и от тех денег, которые, скажем, ящики для пожертвований стояли. Ну, то есть, непосредственно нужно было. Сумма составила 119 370 рублей. То есть, тоже подвели итоги? Да, да, да. Вы знаете, я вот посидел, и вот чувство какой-то нерваны, что ли. Сто рублей это немного, но ты вот поучаствовал в этом благородном деле, и есть какое-то чувство удовлетворения. Понимаете, важно научиться нам самим, немногим жертвовать, но помогать при этом людям. Я даже вот не знаю, естественно, как это сказать. Ну, вот мы все можем сделать что-то хорошее. В Колосовке был священник, отец Александр, потом отец Олег, потом в монашестве он стал отец Александр, но один и тот же человек. Я брал у этого священника интервью, и вот он рассказывал, какое огромное поле с садил картошкой. Ну, я вот спрашиваю, а зачем? Ну, в Колосовке все, у всех картошка есть. Ну, он говорит, ну, чай, в парке, чай для себя, там, еще как-то. И удивительная вещь. Он говорит, а зимой ко мне ребятишки ходят и просят картошку поесть. Я говорю, батюшка, ну, в Колосовке живут, в частных домах у всех этих огородов, их что, родители не могут насадить 20-30 соток картошки? Он говорит, да могут, наверное, но не садят, потому что пьют. Я говорю, так, ну и пусть родители и думают о том, как накормить детям. Он сказал мудрую фразу, я вот без шуток ее все время в сердце ношу. А дети не виноваты, что они у алкоголиков родили. Ну, это-то да. Поэтому, кто может, да, вот мы часто говорим, а родители такие, вот у ребенка чего-то не хватает, пусть родители отвечают, давайте поможем этому ребенку. Вы действительно объездили, наверное, практически все районы, намечали несколько путешествий, несколько путешествий, я знаю, состоялось. И вот ваше последнее путешествие, которое вы намечали к Васюганским болотам, ну, это еще планировали летом, насколько мы летом встречались в этой же студии, да? Чем закончился вот этот проект? Для путешественника, особенно когда он идет в большое путешествие, покорение Васюганских болот, это самое последнее белое пятно на планете, это, безусловно, путешествие было бы великое, ну, не великое, но большое, если бы оно состоялось, да. И поэтому у путешественников есть такая щепетильность. Если ты идешь на какой-то проект, который сам считаешь большим, не важно, как другие к ним относятся, ты должен поставить общественность в известность. Потому что по этому проекту могут идти другие. Если вы смотрели телевизор, то каждый день летом сообщалось, что в Томской области горят леса. А Васюганская полот, большая ее часть находится на территории Томской области. И там где-то примерно два месяца был режим чрезвычайной ситуации. То есть никого в леса не пускали. Всех лесозаготовителей вывезли. И выгорело где-то около миллиона гектаров. Это официальные данные. Защитники природы говорят, что выгорело три миллиона гектаров. Я не буду отворить. И я вот каждое утро начинал с того, что смотрел, что там в МЧС в Томской области говорят. Ну да, и прогнозы. Да, да. А там примерно через каждый день говорили, через десять дней ожидаем дожди. Через десять дней ожидаем. И я вот так вот все лето, честно говоря, провел в ожидании. Можно было пройти между пожарами, хотя я не уверен. Но тут много зависело от счастья. Но мимо чего бы я не прошел, мимо сотрудников МЧС, которые отлавливали там путешественников. Потому что это жертвы были. Ну да. То есть это защита лесов от таких было поставлено. И вот у меня поэтому не состоялось путешествия. Езжу я сейчас в Казахстан много езжу. Там есть место очень замечательное. Связанное с нашим городом Омском. Вот именно то место и есть предтеча города Омска. Да, можно сказать. Ну, все мы знаем, что город наш основал подполковник Бугольц, который, отступая сверху Виртыша, остановился у Ами, заложил Омскую крепость. И так возник наш город. Так вот, как раз отступал-то вот он от озера Ямышево, где сейчас и стоит село одноименное Ямышево. И вот нынешнее лето, я включаю интернет, пожары в Томской области, я сажусь на автобус и еду в Ямышево и хожу вот по этим лагерям, по этим земляночкам, у меня много фотографий. Смотрю вот эти валы, которые, на мой взгляд, являлись пограничными для гостей. Ну вот, то есть лето даром все равно не пропало. Как бы там нынче не было, на будущий год, я не снимаю с повестки дня покорения последней точки белого пятна. И оно в Сибири у нас, и это честь должна, ну, честь или заслуга, ну, не знаю, там как обязанность сибиряка, неважно, я это пройду. Я не против того, чтобы была экспедиция из Новосибирска еще сделана, из Томска. То есть, чем больше экспедиции, тем может быть и лучше. Важно, чтобы вот приоритет опять не достался французам. Я к этим людям нормально отношусь, но это наша территория, и приоритет покорения должен принадлежать нам, россиянам, а в лучшем случае сибирикам. Удачи вам во всех ваших экспедициях. Если будет что-то интересное, напишите еще книгу. Спасибо за интересную беседу. Вам спасибо за то, что приглашаете. Я напоминаю, что в эфире была программа «Своими славами», в которой мы разбирали события, произошедшие на прошлой неделе. И у нас в гостях был известный омский журналист, путешественник Виктор Ганашилов. Программу вел Евгений Ганштейн. Всего доброго.